17 апреля в России отметили День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск. Во Дворце культуры Арктика состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 30-летия Общественной организации ветеранов органов внутренних дел России. О тех, кто отдал жизнь службе, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Более 20 лет Валерий Александров отдал службе в органах внутренних дел. Начал карьеру участковым инспектором милиции, а последние три с половиной года работал заместителем начальника отдела. Мне кажется, участковым инспектором, участковым моломоченным, по-моему, ниги такой, скажем, поблажки нет. В любом случае, участковый на своем участке отвечает за все. Ну, сложнее всего было работать в Чеченской републике. Там тогда еще шла война, ну, все время при оружии ходили. Ну, здесь тоже, конечно, при оружии, но тогда опаска была. А так, скажем, я легко не почувствовал ни в Башкирии, ни в Ненецком округе. Валерий Александров не сразу приехал в Заполярье. Изначально мужчина служил 10 лет в Башкирии. Затем 10 месяцев охранял покой жителей Чеченской республики. И уже после приехал в Ненецкий округ. Несмотря на то, что регион относительно спокойный, и здесь приходилось использовать оружие. Я больше года проработал в поселке Хривер, в участковом Уполномытином. Ну, чтобы предотвратить, скажем, хулиганские действия местной молодежи, пришлось использовать. Потому что на мои слова они не реагировали, начали себя вести агрессивно. Вот использовал оружие, выстрел вверх. Они на какое-то время успокоились. История службы в органах Ольги Кузьмина начинается 22 года назад. Тогда молодая девушка только приехала в Ненецкий округ вместе с супругом. По совместительству сотрудникам милиции. Начальник УВД, зная, что у молодого сотрудника органов внутренних дел есть жена, которая имеет образование соответствующее. Тогда был набор. УВД как раз проходило своё становление, становилось самостоятельным территориальным органом. Был набор. И поэтому там были ещё, как говорится, коллеги, которые в это время пришли на службу. Для меня само это было тоже неожиданностью. Я по первому образованию преподаватель французского и немецкого языков. Поэтому думала, что пойду работать в школу. Ну, вот так получилось, что пригласили. И я сомневалась. Но пошла работать и отслужила 22 года здесь. За время службы было немало курьёзных случаев, признаётся Ольга Кузьмина. Были какие-то такие моменты, которые не все у нас вопросы прописаны в наших должностных инструкциях, в законах. Есть всегда какие-то отступления от правил, когда нужно применить человеческие нормы морали, где-то поискать между строчек, как можно помочь человеку, не нарушая закон, но при этом сделать всё по-человечески, выдать все справки. То, что у нас в основном было связано, это с документированием. И поэтому много вопросов касалось таких биографических данных, которые бывают часто необходимы нашим жителям для получения тех или иных льгот, прежде всего, ну и для каких-то других целей. Совет ветеранов в Неницком округе берёт своё начало с 1993 года и всё это время проводит активную работу по патриотическому воспитанию молодых сотрудников и поддержке ветеранов органов внутренних дел. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, сердечно поздравляю с Днём Ветеранов внутренних дел Российской Федерации и 30-летним юбилеем Ветеранской Организации МВД России. Служение Отечеству и народу, борьба с преступностью, укрепление законности и правопорядка стали для вас делом всей жизни. Богатый практический опыт ветеранов неизменно востребован в решении ответственных задач, возложенных на Министерство. Высокой оценке заслуживает вклад ветеранских объединений в воспитание молодого поколения, сотрудников полиции, в сохранение и приумножение лучших профессиональных традиций. Благодарю за многолетний самоотверженный труд, преданность интересам службы и верность нравственным принципам. От всей души желаю вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия. В декабре 2010 года ветеранская организация УВД Ниницкого округа регистрируется как региональная общественная организация пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел, подразделения МЧС, налоговой полиции, пельгегерской и службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время объединяет более 500 ветеранов и пенсионеров МВД России. Я сердечно поздравляю вас с 30-летием общественной организации. Уже то, что мы празднуем и отмечаем это 30-летие в этом зале, подчеркивает и уважение к вам, и почет, и то отношение, которое есть у жителей нашего округа к вам. Многие из вас действительно после того, как отслужили, и сейчас переносят пользу. Не просто пользу, работают, занимаются воспитанием молодежи, кто-то занимается самодеятельностью, и не только самодеятельностью. И я вам хочу сказать, у вас самая сильная на сегодняшний момент организация. Дорогие друзья, благодарю всех, кто стоял у истока в создании общественной организации, и всех, кто сегодня принимает самое непосредственное участие в ее деятельности. Спасибо вам за ваш труд и за все, что вы делаете на благо Ниньского, автономного округа. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, бодрости, духа и хорошего настроения, дальнейшей благотворной работы и процветания. Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают свой праздник с 2011 года, с тех пор, как был подписан соответствующий приказ. На торжественной церемонии ветеранов внутренних дел наградили медалями и благодарственными письмами. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.